Индонезийское телевидение в Казани. Быть первым во всем. Помойные лужи. Проблема с мусором в Казани. Мир гораздо шире, чем кажется. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Кристина Отёкина. 29 сентября в стенах Казанского федерального университета в рамках второго международного юридического форума прошла научно-практическая конференция БРИКС-ШОС-ЯЭС «Магистральные векторы международного правового сотрудничества». На мероприятии присутствовали заслуженные юристы Республики Татарстан, профессора кафедры международного права и гости из дружеских стран. Участники дискуссии обсудили ключевые направления совместной деятельности. В стенах императорского зала главного здания Казанского федерального университета состоялся прямой эфир на индонезийском телеканале ТВРАЙ. Подробнее об этом расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Казанский федеральный университет уже долгое время сотрудничает с научно-образовательными организациями Республики Индонезия. На этой основе в Музей истории КФУ прибыла делегация индонезийской государственной телекомпании ТВРАЙ, чтобы поближе познакомиться с вузом. Сперва гостям провели полную экскурсию по основным этапам становления университета. Рассказали об истории и дали возможность прикоснуться к истокам императорского университета. Затем проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев представил иностранным коллегам основную информацию о вузе на данный момент, упомянув о количестве обучающихся индонезийских студентов. Если быть честным, я не могу описать словами, насколько я впечатлен. Здание университета произвело на нас неизгладимое впечатление. Его историческая значимость, его научные открытия и образовательные проекты поразили наших коллег. Это вдохновило нас. Нам нужно многому научиться от вас. Сразу после вступительного слова индонезийские коллеги проследовали в Белый зал, где прошла встреча со студентами из Индонезии, обучающимися в Казанском федеральном университете. Спустя некоторое время команда телевидения проследовала в Императорский зал, где в формате прямого эфира телеведущий обратился к зрителям государственной телекомпании. Темой сообщения стали грядущие всеобщие выборы в Индонезии, запланированные на 14 февраля 2024 года. Для избрания президента, вице-президента Народного консультативного собрания. Сразу после небольшого интервью со студентами, Тимирхан Алишев также дал комментарий об университете и дальнейшем развитии партнерских отношений с научно-образовательными организациями Республики Индонезия. Сегодня к нам приехала одна из ведущих телекомпаний Индонезии, компания «Дивирай». Они делали сюжет о Казанском университете, знакомили с историей Казанского университета. И также они встретились со студентами и сделали сюжет о предстоящих выборах. То есть они спросили, каковы мнения студентов относительно этих выборов, относительно кандидатов. И действительно, в будущем году уже скоро времени пройдут выборы в Индонезии. И ребята должны будут поехать в Москву, в посольство, делать свой выбор. Увеличение количества индонезийских студентов стало возможным благодаря налаженным контактам с посольством Республики Индонезия в Российской Федерации и Министерством образования и культуры Республики Индонезия, куда направляется информация о предлагаемых учебных программах, грантах, условиях обучения и поддержке иностранных обучающихся, а также участии в международных образовательных выставках в Индонезии. Казанский Федеральный Университет является одним из немногих российских вузов, где ведется преподавание индонезийского языка на базе Института международных отношений. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Все знают, что в СССР существовали пионерские отряды, где школьники коллективно развивали духовные ценности. Сейчас про это тоже не забыли. Так, в рамках Движения Первых стартовала избирательная кампания для школьников и студентов колледжей, где они смогут попробовать себя в роли управленцев и лидеров, а также поучаствовать в различных мероприятиях. В декабре 2022 по инициативе руководства Российской Федерации было создано молодежное движение, которое должно помочь школьникам и студентам колледжей в развитии духовных и нравственных ценностей, а также стать точкой сплочения подростков по всей России. В рамках Движения Первых позже был создан Совет Первых, как детский орган самоуправления, который вводится в каждом муниципальном образовательном учреждении. Первая предвыборная кампания стартовала в лицее номер 146 Казани. При этом присутствовал помощник Раиса Республики Татарстан Тимур Сулейманов, который возглавляет Татарстанское отделение Движения Первых, а также Динар Бариев, представитель Казанского отделения. Для нас, в первую очередь, конечно, Совет Первых – это наша структура, наше подвижение, и со временем Совет Первых появляется обязательно в каждой школе, в каждом техникуме, в каждом колледже нашей Республики. И мы понимаем то, что сентябрь – это начало учебного года, и, конечно, это как раз этап формирования Совета. И в этом году мы эту работу начинаем в сентябре-октябре, а так каждый год в сентябре следующего года мы будем планировать избрание Совета Первых на каждый год учебный. Выборы председателей продлятся до 10 октября, а после будут формироваться сами Советы. Процесс займет несколько этапов. В списке кандидатов утверждает само учебное заведение. При этом избираться могут как старшеклассники, так и ребята помладше. Совет Первых – это детский орган самоуправления, в который могут входить представители от каждого класса или группы, а также участники детских и молодежных организаций, отрядов, кружков, клубов и секций, уже существующих на базе образовательной организации. Но мероприятие наглядно показали, как будет проходить процесс выборов. Первым этапом станет отбор кандидатов. После, как на самых настоящих государственных выборах, презентация предвыборных программ кандидатов и подсчет голосов при наблюдателях. Тимур Сулейманов также представил талисман движения, на котором изображен маленький детеныш крылатого снежного барса – символ нашей республики. Мечтать надо очень смело, но когда речь идет о каких-то делах, они должны быть очень конкретными, потому что у кандидата будет один год на то, чтобы себя проявить. Поэтому я думаю, что придумывая, рассказывая, очень важно предлагать что-то, что скажется и повлияет за этот год на тех учащихся, которые поверят этому кандидату. Движение «Первых» – это российское движение детей и молодежи, созданное по инициативе участницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской и одобренное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подростки, которые пройдут в Совет «Первых», будут выдвигать инициативы по развитию патриотизма и сплоченности в своем учебном заведении, разрабатывать и реализовывать собственные мероприятия, проекты и акции. А их взрослые наставники – помогать с реализацией идей. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В интернете завирусились фотографии и изображения, на которых жильцы многоквартирных домов жалуются на запах и помойные лужи. Отходы в мусорных баках стоят по несколько дней, а также остаются лужи и грязь. Чем некачественный вывоз мусора может грозить городским жителям, расскажем далее в сюжете. Чистота города – показатель не только хорошей работы муниципальных служб, но и заботы о здоровье граждан. С 1 января 2019 года Республика Татарстан перешла на новую программу по вывозу твердых коммунальных отходов. Теперь за качество предоставляемых услуг отвечают региональные операторы, которые заключают договор с собственниками, то есть жильцами домов. Также появились операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это уже юридическое лицо, которое отвечает за все – обработку, транспортировку, утилизацию и размещение. Данная программа была нацелена на своевременный вывоз отходов и на экологическую безопасность города. Но в последнее время жители многоквартирных домов стали жаловаться на некачественный вывоз мусора. Если мы говорим о мусоре, который образуется у нас в квартирах и который мы выкидываем в контейнеры для мусора, этот мусор называется твердые коммунальные отходы. И на самом деле изначально в этом мусоре ничего опасного нет, потому что это отходы, которые образуются от пищевых продуктов, которые мы потребляем. Это продукты, товары, пластик, бумага и так далее, которые сами по себе, когда они используются, они не опасны. А вот если мы сложили их в контейнер, и контейнеры достаточно длительное время не вывозятся, то это будет приводить к тому, что образуется неприятный запах. В этих отходах начинают развиваться личинки мух, особенно в теплый период. Жители домов жилого комплекса 21 век на улице Камалеева, а также других районов города, пожаловались на помойные лужи, а также на несвоевременный вывоз отходов. По словам самих жителей, такой некачественный вывоз наблюдался на протяжении всего лета. Стоит отметить, что опасен не только сам факт наличия мусора, но и экологический вред, который он оказывает. Загрязнение воздуха – одна из проблем. Также не стоит забывать про микроорганизмы, которые могут попасть из помойных луж в дом. Кишечная палочка, таксокара, компилобактерии – это лишь немногие из опасных бактерий и паразитов, которые могут попасть к человеку. Запах от мусора становится приманкой для бездомных собак, которые могут напасть как на взрослого человека, так и на ребенка. Пищевые отходы притягивают крыс и других вредителей, которые могут стать разносчиками многих заразных заболеваний. Если контейнер достаточно старый и дно у него недостаточно хорошо изолировано, начинает вытекать жижа, которая является продуктом разложения органических веществ, которая сама по себе не очень опасна, но запах привлечения крыс, привлечения мышей – это опасно, потому что животные могут быть разносчиками заболеваний. Собаки, которые растаскивают мусор, а у нас много собак на улице, и в Казани не отлавливаются жестоким образом собаки, их собирают, стивилизуют, выпускают и так далее. Они эти отходы будут растаскивать и с этой точки зрения, и с эстетической, и с точки зрения органолептической, то есть запах которой, и с точки зрения образования насекомых, в частности мух. В этом случае отходы могут быть опасны. Если вы идете по лесу и ели мороженое, или у вас был с собой пакет с ягодами, вы их съели, бросаете этот пакет и так далее, то в этом случае мы можем говорить о том, что при разложении того же самого пакета будут образовываться микрочастицы, которые могут потребить животное, и погибнуть от этого вообще. Проблема микропластика, пластика, которая находится в микрочастицах, она сейчас достаточно актуальна. В Республике Татарстан особое внимание уделяется проблемам экологии. Атмосферное загрязнение, неблагополучное качество воды Куйбышевского водохранилища, реки и озер в черте города. Все эти проблемы решаются правительством Республики Татарстан. Вывоз мусора строго контролируется региональными операторами. Проблему нескольких жилищных комплексов обещают решить уже в ближайшее время. Николай Асаховский, Никита Акиншин, Универ Ньюс. На сегодняшний день подводный мир остается одним из самых таинственных мест Земли. Однако геологические исследования достигли нового прорыва. Группе ученых удалось составить подробную карту седьмого континента, который на 94% скрыт под водой. О результатах и особенностях открытия подробнее далее. До сих пор о седьмом континенте планеты из его недоступности было известно очень мало. Исследовательская группа, возглавляемая профессором Джоном Смитсоном, отправилась в экспедицию в удаленную часть Османного моря для картирования подводного мира. С помощью новейших технологий, таких как спутниковая картография и гидролокаторы, они смогли создать самую точную карту контуров Новой Зеландии. Для этого ученые изучили обломки скальных пород с побережьей островов, являющихся частью континента, и образцы, полученные во время бурения в открытом океане. Также вдоль внешних границ материка были найдены подводные отложения песчаника, возраст которых составляет примерно 95 миллионов лет, и еще более древнее отложение вулканической горной породы – базальта. По оценкам геологов, примерно 40 миллионов лет назад континент постепенно опустился под воду из-за бурной тектонической активности в зонах разломов земной коры, окружающих Тихий океан. И когда специалисты отобрали породы, которые находятся на дне океана в этом месте, то оказалось, что там есть породы, которые характерны для континентов. То есть это породы разного возраста, песчаник, например. То есть эти песчани никак не могли образоваться на океанической коре. Результаты показывают, что размер этого скрытого под водой массива превышает многие известные острова. Его территория составляет более четверти от размера Австралии. По оценкам геологов, до того, как Новая Зеландия ушла под воду, ее ландшафт напоминал северо-запад Мексики. Главное открытие заключается в том, что архипелаг Новой Зеландии соответствует всем критериям, необходимым для того, чтобы считаться континентом. Такие процессы, как поднятие земной коры, присутствие горных массивов и уникальные геологические формации, подтверждают это. Также были найдены разнообразные вулканы, океанические платформы и скалы, протяженные на огромное расстояние. Но сейчас видна только малая часть Новой Зеландии. Вот и сегодня мы узнали, что действительно вот такой есть большой континент, о котором мы ничего не знали. Оказывается, это было продолжение Новой Зеландии. Зеландия, такой большой, огромный континент. Ну, он там какую-то долю Австралии, половину может Австралии, треть Австралии составляет, если всю площадь его взять. Тут довольно большой получается. Но он сегодня находится под морем, под океаном. И поэтому мы его сегодня не видим как континент. Карта Новой Зеландии, составленная группой геологов, является значимым научным достижением. Она предоставляет уникальную возможность изучения геологического строения и особенностей континента. Это открытие имеет огромный потенциал для нашего понимания мировой географии и истории. Оно открывает новую главу в исследованиях климатических изменений и причин возникновения природных катастроф. А регион Новой Зеландии приобретает все большее значение и влияние в научной и экологической сфере. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова